Как вам удалось выйти? Нас сопровождали. Нет, из самого... Я понимаю, мы не впереди нашего дома, а выходили дворами, через двор, переходили вдоль Бакая, за заборами, выходили, и нас там встретили, и нас сопроводили. Сейчас там стреляют? Да. Вчера был и позавчера большой обстрел. Вот это 4 дня с подвала не вылазили. Вообще. Еда, свет? Нет. Ни воды, ни еды, ни газа, ни мобильника, ничего. Что касается разрушений в городе, насколько сильны они? Ну, сейчас определенно не скажешь, потому что поеду. Ну, вот у соседа моего полкрыши снесло. У нас стеклопакет, это самое, аж сколками видно, пробитый. Это вляпина. Да. Ну, и теплица там побита тоже, видно, волною повыдавливало. Ну, там, уже там на горе, но где левый перец. У нас, напротив, у нас дом строят. Горят дома. Да, там вообще насквозь пробит дом. Жертв много? Мы не знаем. Есть. Ну, точно, сколько они скажут. Не знаю, даже связи не было. Ну, нет. Ну, телефонный это не работает. А вы видели подразделение правого сектора? Нет, никого не видели. Мы об этом знаем, какой сектор? Нет, 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 нет. Ну, украинский военный. Нет, не видели, не видели. Вот ребята приходили из ДНР, там, с россияне, предупредили, что будут обстрелы и эвакуироваться. Это виноградная, да? Да. Виноградная сейчас под ДНР. Нет. То есть вы сейчас все из виноградного, получается, вышли? Да, можно сказать, с одной улицы.